Здравствуйте всем! 29 декабря сегодня, шестнадцатый год. В общем, сегодня попробую собрать осциллограф DS-138, который ещё показывал. Давно-давно у меня видео было первое по распаковке, ну и всё. А там посмотрим, что получится. Так что начнём. В общем, действовать будем по инструкции. Кварц, разъёмы, кнопки, конденсаторы, опять диод, светодиод, опять разъёмчики, транзисторы, переменные конденсаторы, ну и так далее. Вот, в общем, всё по инструкции. Ну а для начала мы сейчас распахуем и надо будет нам все детальки разложить. Так, приклеечек. Это мы сразу его отложим в сторонку, потому что, да, у меня детали уже SMD все припаяны, да, вот. Вот, чую я сегодня напаяюсь. Так, разъёмчик нам этот не нужен, стандартный штатный. Да, ну люди говорят, что часа за два собрать можно. Ну вот, посмотрим сейчас 110-го. Оп, ну всё, да. Детальки буду раскладывать по номиналам. Вот здесь вот у меня скотч и к скотчу прилеплять буду так тэн-тэн-тэн и подписывать. Всё. Вот, за полчаса разобрал все детальки. Так, здесь две LM-ки, два транзистора, один обратный, другой прямой. Гребёночки, ёмкости, электролиты, переключалки. Так, это, походу, для корпуса. Да, у меня ещё корпус есть. Вот ещё всё это в корпусе будет. Так, светодиод, ну тут всё понятно с этим. А вот с конденсаторами, ну это вот что, 0,1 микрофарад, ясно. Ну а здесь с маркировочкой разберёмся. У меня ещё на смартфоне есть. Программка специальная. Так, это, ну всё, начнём впаривать. Охохонюшки, хохо. Так, в общем, прошло два часа с половиной. Вот. Ну вот, удалось мне припаять только часть элементов. Так что, ребята лукавят, когда говорят, что за два часа можно всё спаять. Вот. Даже с наличием хороших приборов. В общем, что, продолжаем. Вот ещё нам сколько элементов надо спаять. Во. Это, наверное, тоже ещё часа на два. Но это я так думаю. Ну посмотрим. В общем, четыре часа всё-таки уходит примерно на всё, про всё, чтобы запаять. То есть и дисплей, плату, перемычки. Да, перемычку J4 запаиваем в самый последний момент. Вот. То есть, сначала проверяем, подаём питание. Подаём питание. Замеряем на контрольной точке возле стабилизатора, чтобы было 3,3 вольта. И только потом перемычку J4, вот она, её запаиваем. Она там махонькая, вот. Так что, вот такие. Ну а до этого J3 и вот здесь, я не знаю, как она называется. J2, вот это вот. Вот здесь. J2 и J3 можно сразу запаивать. Вот. Так. Вроде правильно рассказывал. Да. Ну что, теперь сейчас дисплей ставлю и будем первый раз подавать питание. Оп. 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 Так. Так. Что мне нужно будет? Мне нужен будет щупчик. Сразу проверим. Потом, как говорят, один килогерц, да, красенький подключаем вот к этому. Вот так. Ну, ножки не буду ставить пока сюда. Вот эти. Вот. И, 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 и подадим питание. Питание я подавать буду 12 вольт. У меня другого нету. Сейчас этот разберусь немножко. Так. Всё. Подключаем. Эх. Пошла массовка, да? 30. Ага. Есть. Контакт включается. Даже не верится. Ну, в принципе, я как бы ожидал результат. И? И что? Так. Ну, я-то ещё, я такой, как бы, не сильно продвинутый пользователь. Тут надо как-то, ну, вот что-то есть. Угу. Что-то есть. Я ещё не знаю, как тут, чего пользоваться, чем пользоваться. Так. Одна миллисекунда. Что-то светодиод моргает. Непонятно, о чём он моргает. Угу. 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 Ну, в принципе, работает. Оп. Один килогерц. А здесь что написано? один килогерц значит верно считывает все так вот что еще ну и ну и все работа сделана остается нам только разобраться ну и сейчас мы попробуем собрать корпус как тут как тут что тут все попадал болтики винтики составляющие части инструкции по сборке никакой нету поэтому будем собирать так как смогу как как получится короче так разобраться короче своим своей мозговой жидкостью не удалось благо есть сайт муски вот там человек обзор делает на этот вот корпус значит самое первое что делаем это прикручиваем дисплей вот к этой детали сейчас я вот так вот покажу вот то есть видно все дальше вот такие вот две одинаковые детали вот вставляем на дисплей ну следующее идет потом вот кнопки управление это вот не для переключателей и для кнопок сюда вставляем вот так так вставляем так следующую сверху так да и вот эта деталь это самая верхняя деталь вот она и и уже сюда накладываем так это самая верхняя деталь да все вот переключатели ходят кнопочки будут нажиматься вот так это все выглядит пока в общем вот этот вот весь бутерброд надо скрепить болтами вот сейчас закреплю и дальше продолжим так и сейчас нам надо прикрепить плату ослика дисплея или дисплей к ослику посмотрим как это будет выглядеть очень все плотненько что-то подходит ну ка так задуйся тыкс тыкс пока пока все четко оп что тут такое у нас а ну все все подошло ровненько да 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 и закрепляем плату такими болтиками гаечками без фанатизма потому что здесь упора нету просто чтобы закрепить саму плату без фанатизма ребята 4 чё один лишний ну ладно теперь что у нас ставим нет сначала мы не ставим боковушки наверное сначала вот это юрича так боковушка 1 боковушка 2 так боковушка 1 кривушка 3 4 так оп прежде чем вставлять плату нужно сначала ставить вот эту вот боковушечку вот и сверху, так-дик, 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 так, чё у нас, чё у нас, оп, так, 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 ну и чё, всё, однако, и декоративные болтики, заканчивается, заканчивается, и надо проверить, 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 так, что, я вытащил, да, я вытащил уже, и проверяю, так, всё, работает после сборки, всё, ну и потом надо будет подстроить ещё, и всё, это недолго, так, ну что, на сборку у меня ушло 5 часов примерно, молодцы китайцы, то есть всё чётко, прям, всё подходит по месту, всё, всё рассчитано, нарезание резали, видать, лазером, вообще, обалденно, да, плексом воняет, так красиво, всё переключается, всё работает, вот, надо теперь отчасти изучать, как им пользоваться, вот, ну что хочу сказать, в общем, всех наступающим, быстрее бы этот год закончился, что-то он уже так надоёмнее, вот, ну, я не пропал, я здесь, просто у меня ремонт вялотекущий, вот, ну, в общем, на этом, как бы, на осциллографе закончим год, вот, всем пока, удачи!